Я не могу, такие дебилы! Просто не знают, как мне помочь. Вы понимаете, в банке скромно, и как будто мне немного стыдно за этот вопрос. Где мои деньги? Окей! Всем привет! Меня зовут Даша Коткова, и это мой канал Ой Дарьев. И сегодняшнее видео будет посвящено очень популярной теме в моих комментариях. Это то, как, где, за сколько мы оформили банковскую карту, с какими проблемами, трудностями мы столкнулись, какие документы для этого нам были нужны. Сразу маленький спойлер, нам это далось. Ох, как нелегко! Ох, как мы помучались! Но, надеюсь, благодаря нашим ошибкам, ты их совершать не будешь, если захочешь оформить карту в Узбекистане. Начнем с того, что изначально мы решили оформить карту в банке Homecore Bank. Почему мы выбрали именно этот банк? Потому что он был как банк партнеров в списке банков СПБ и Тиньков. Еще один спойлер. Сейчас эти партнерские отношения не работают. Нам нужна была изначально карточка, чтобы мы со своих русских карт могли переводить на эту, чтобы тут было нам на что жить. Но это сделать в данный момент невозможно. Это невозможно! Ты не можешь с русских карт переводить что-то на забугорные. Но это полбеды. Мы пришли в банк Homecore Bank еще раз открывать карту. Сразу прошу прощения у людей, которые работают, возможно, в других филиалах этого банка. И у них все работает как часы. Но мы были поражены просто сервисом в этом банке. Во-первых, когда мы получали перевод денежный, золотой короной, не было счетной машинки. Оказалось, что она у них есть потом. Но нам все отчитывали вручную. Это ладно, но это тоже такой моментик. Немного странный. Как бы в банке нашу пачку денег не пропустили через счетную машинку. Окей. Я дождалась своей очереди. Сажусь в кресло к человеку, который отвечает за открытие карточек, счетов и так далее. Я ему говорю, что я гражданин Российской Федерации. Могу ли я открыть карточку? Он хлопает глазами в прямом смысле. Не понимает, что я от него хочу. То есть он говорил по-русски, но он как будто просто не знает, как мне помочь. За кем-то сходил, за какой-то девушкой. Эта девушка сказала, что я могу открыть только виза, вроде бы классик. Но это точно была виза. Я говорю, хорошо, давайте открывать. И я сижу на месте клиента. Этот мужчина сидит за своим рабочим столом. Я вижу его монитор. И я вижу, как он просто курсором вверх-вниз бегает по какой-то папке. Там файлов списком в 15, наверное. И он просто туда-сюда, просто вот так вот курсором, мышкой вводит. Я на это смотрю, я не понимаю, что происходит. Что у меня здесь происходит? У меня уже заканчивается терпение, потому что мы уже очень много времени провели в этом банке. И ничего не происходит, понимаете, как бы, ну, никакого результата нет. В итоге он позвал кого-то еще. Мы долго думали, какой нужен мне паспорт. Я взяла два паспорта. Он мне говорит, нужен паспорт российский. Я говорю, ну, у меня временная регистрация. О том, кстати, что такое временная регистрация и как ее получить. Уже вышел ролик. Обязательно посмотри, если забираешься в Узбекистан. Я говорю, ну, у меня временная регистрация на загранпаспорт. Там же все, как бы, английскими буквами. Он такой, не-не-не, точно русский. Через боль, усердие, мотание из кассы в кассу мы таки оформляем карту. И через три дня мы ее получаем. Мы были этому безумно рады. Что самое интересное, почему, собственно, в этом банке такое долгое обслуживание. Потому что вот мужчина, который обслуживал нас, он отвлекался буквально на все. Этот банк настолько комичный. То есть этого даже не придумаешь, как там обслуживают. Вот кто-то мимо проходит, что-то говорит, и он... Кто-то рядом стоит, разговаривает. Он просто отвлекается от всех дел и слушает. Я даже не знала, что с этим делать. Мы уже в какой-то момент прям начали, ну, хихикать с моим мужем. Это настолько странно. Реально, вот кто-то заходит в банк, он отвлекается на того, кто заходит в банк. Он просто отвлекался на все. И из-за этого такое долгое обслуживание. Ну, конечно, еще из-за того, что, мне кажется, он вообще не понимает, где он работает. Что входит в его обязанности. И как выполнять эти обязанности. Так, 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 так. Про карты-то все весело. Но тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. И приятного просмотра. Следующая проблема, с какой мы столкнулись в этом банке, это то, что мне понадобились реквизиты карты. У этого банка есть приложение. Приложение, которое не работает. В приложении, у которого почти половина кнопок, это какая-то бутафория. На них как бы просто нельзя нажать. А когда ты заходишь в какой-то раздел, приложение просто вылетает. И в приложении ты не можешь посмотреть реквизиты своей карты. Мы пошли в банк, чтобы узнать реквизиты нашей карты. И знаете что? В этом банке не знают, что такое реквизиты. Вы понимаете? В банке. В банке просто не понимают, что такое реквизиты карты. Я говорю, можно мне получить реквизиты карты? Мне спрашивают, для чего? Я говорю, для перевода. Для перевода откуда? Я говорю, а какая разница, для чего мне нужны реквизиты? Это моя карта. Я за нее заплатила. Я хочу получить ее реквизиты, ее все данные. Этот молодой человек, который обслуживал нас, в принципе, первый раз, он обслуживал нас все разы, потому что другой смены там нет, они работают пятидневку. Он не понимает, что я от него хочу, не понимает, для чего я это хочу. Он бежит к какому-то, наверное, начальнику, приходит начальник, и также не понимает, что я хочу, при том, что они говорят по-русски. В итоге мне дают какую-то бумажку А4, где просто написан один какой-то номер, один номер, и все. К чему мы привыкли? Что есть там? Порсчет, БИК, СВИФ, там, наименование банка, еще что-то. Ну, в общем, там прям список. Нет, мне дали просто какой-то вот номерочек, и все. И все. И я такая, понятно, делаем выводы по поводу этого банка. И, казалось бы, куда хуже. Все на дно! Но мы пробиваем дно. Периодически от банка мне приходили смс-ки. Смс-ки непонятного характера. То есть это какой-то шифр. Просто мне приходили символы. Что мне приходит? А я этой карточкой даже не платила, понимаете? Через какое-то время с меня начали сниматься деньги за карту, которой я не пользуюсь. Сколько там? 14 центов? Там еще сколько-то центов? Просто несколько раз с меня снялись деньги. И кажется, ну все, это пик. Нет, это не пик. Этой картой мы могли оплачивать только хлеб в магазине. Даже на территории Узбекистана мы не могли купить билеты РЖД. Мы не могли купить театральные билеты. Эта карта просто не принималась. Я не знаю, что с ней не так. Честное слово. Эту карту даже нельзя ввести в местное приложение для оплаты каких-то услуг. Вот название этих приложений вы видите на экране. И мы решили делать карту другого банка, потому что иметь пластмассовое нечто, которое не выполняет 90% своих функций, как-то мне кажется неоправданно. Ты услышал, в какой банк я не советую идти. Даже если в других филиалах хорошее обслуживание, карта не принимается нигде. Ей ничего нельзя онлайн оплатить. Приложение не работает. Очевидно, что банк не очень. А сейчас хорошие новости. Мы оформили наконец-то другую карту, новую в Капитал банке. Сначала мы пришли в банк, чтобы открывать карту где-то перед обедом. То есть это было где-то 12 часов дня. Мы пришли, получили талон, и оказалось, что мы 24-й в очереди. Мы просидели 40 минут, продвинулся только один номер, и мы оттуда ушли. Поняли, что это вообще бесполезняк, только сидеть и тратить время. Мы пришли к открытию банка. Банк открывается в 9 часов. Мы пришли, внимание, в 8.45, и мы были 22-й в очереди. Ты спросишь, как это работает? А работает это так, что, как оказалось, банк работает с 9 часов, то есть обслуживание клиентов начинается с 9 часов, а талончики раздают с 8.30. Мы снова не стали ждать, решили прийти в другой день. В другой день мы пришли заранее, до открытия, до того, как начнут раздавать талончики. Простояли там почти полтора часа. Мы и еще три мужчины. Мы пришли в банк 9 мая. Это праздничный выходной день. Ой, просто я не могу, такие дебилы. Не повторяйте наших ошибок. Мы выбираем день. Мы приехали к банку к 7.45 где-то, и недолго мы стояли одни. С 8 часов начали прибавляться люди. И к 8.30 за нами, наверное, уже было человек 15. Это очередь именно к автомату за талончиками. И придя к 7.45, 15 минут мы простояли где-то одни. Потом начали уже собираться люди за нами. И мы первые, первые подошли к автомату с этими талончиками. В 9.00 банк начал обслуживание клиентов. Мы зашли, нам сразу показали очень удобно на листе А4 все карты, которые нам могут предложить. Все условия по этим картам тоже были расписаны. Мы выбрали карту Visa Gold. Я дала свой загранпаспорт, временную регистрацию, которая сделана на мой загранпаспорт. Я сидела, вот так вот мне все оформляют. И я спрашиваю, так знаете, скромно, и как будто мне немного стыдно за этот вопрос. Я говорю, а вы не могли бы мне еще вот распечатать реквизиты карты? На что мне говорят, вы их сразу получите вместе с картой. И я такая... А что, так можно было, что ли? Так бывает? Так правда бывает? Я не сплю? В итоге мы оплатили карту. Она стоила 55 тысяч сумм. И через 20 минут, через 20 минут мы эту карту получили. Мы сходили, оплатили карту, принесли квитанцию, подождали 20 минут. Все, получили карту, активировали ее пин-кодом. Все, я скачала сразу приложение. Приложение работает просто отлично. Что нужно для того, чтобы сделать карточку? В Узбекистане, я думаю, скорее всего, в любом банке. Но вот у меня опыту есть в двух. Все, что нужно, это загранпаспорт и ваша временная регистрация. Все, мы этой картой оплачиваем все. Работает как часы. Кстати, по поводу Хоумкорбанка, когда мы деньги вносили на карту, то иногда мы ждали целый день, чтобы деньги поступили. Я писала в поддержку, где мои деньги. Где деньги, Львовские? И они такие, да-да-да, скоро будет, не переживайте. Тут же приходит все сразу. Пока никаких задержек, никаких запинок, никаких проблем с ней не было. Плачивали уже очень много с ней где и на разных сайтах, и в разные страны. Надеюсь, я ответила на вопрос, как можно оформить карту в Узбекистане. Пожалуйста, не повторяйте наши ошибки. Обязательно приходите заранее в банк. Подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео. И спасибо тебе за просмотр. Пока-пока.